Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! А вы знаете, что такое школа? Вот какие там предметы будете изучать? Что делать? Будем получать знания, пятерки одни. Точно пятерки? Угу. Обещаешь? Да, или четверки. Ага, уже четверки. Четверки это тоже неплохо. Ну, в принципе, да. Но лучше, если будут одни пятерки. Давид, а какие предметы вы будете изучать? Ты знаешь, тебе рассказывали уже родители или в школе, может быть? Нет. Давид, расскажи, пожалуйста, а чем ты, помимо того, что ходил в садик, увлекаешься еще? Я ходил на кружок на Новый год в садике. Ага. А какие секции, вот, может быть, каким-то спортом ты увлекался? Ну, мне больше нравится спорт футбола. Ага. Ты в футбол играл? Ну, да, с папой немного. Ага. А почему на секцию не записался? Ну... С ребятками, чтобы бегать? Ну, я не знаю. Захотел на карате. Так, теперь ты будешь на карате еще ходить? Да. А чем тебе понравился этот вид спорта? Просто хочется заниматься мне карате. Вот. Молодец. Спорт обязательно. Конечно. Егор, а ты чем увлекался? Я увлекаюсь дома легом или игрушками, машинками. Ага. А куда еще ходил помимо детского садика? А, помимо детского садика, ну, на физкультуру. Ага. На аркотерапию. А что это такое? Ну, где надо всякие искусства делать. А что за искусство? Ну, там надо всякое рисовать, там маски делать из кисточек. Ммм, вот это да. А еще куда-нибудь ходил? Еще куда-нибудь. Я знаю, что ты в воскресную школу ходил. Ну. А вот ты расскажи, что такое. Ладно. Ну, воскресная школа, это где надо, где надо сложно объяснить. Ну, а что ты там делал просто? А, что я делал там? Да. Вот ты приходил в воскресную школу. Что там, с батюшкой разговаривал? Или, может быть, вы что-то рисовали или что-то делали? Ну, мы сначала рисовали, потом трапезничали. Ага, трапезничали. Да, это значит, кушали. Ясно. Какие у меня сегодня вот грамотики маленькие, а. Егор, скажи, а ты вообще хочешь в школу идти? Ну, да. А зачем? Ну, чтобы все знать, чтобы хорошо ходить на работу. Егор, скажи, а ты уже умеешь читать или писать? Читать умею, а писать редко. Ага, а что ты читаешь обычно? Иногда книжки Винни-Пуха и другие книжки. Ну, самое любимое произведение это какое? А, Винни-Пух. Винни-Пух, понятно. Давид, передаем микрофончик. Давид, а ты уже умеешь читать? Ну, как бы почти бы, но немножко. Ага, а кто тебя научил? Ну, мама научила. Ага, я знаю, что ты еще ходил в подготовительную группу, да? Да. Это в школу ты тоже ходила или в садике была подготовительная группа? Ну, я ходил во вторую группу. Ага, в садике. А чем вы там занимались? Расскажи мне, пожалуйста. Я-то уже давно была в таких группах, я уже ничего не помню. Мы там занимались, лепили, играли. Вот еще мы вырезали все из бумаги и делали. Ага, понятно. Давид, а ты знаешь уже, кем ты хочешь быть в будущем? Ну, не знаю, например, зубным врачом. Какая хорошая профессия, Егор. А Егор у нас рот аж от удивления открыл. А ты кем хочешь быть, когда вырастешь? А задача ли, вопросом, да? Врачом. Тоже врачом? Да, только не стоматологом, а этим как-то. А кем? Хирургом? Нет. А кем? Урологом. Урологом даже? Да. Егор, скажи, а ты видел свою будущую учительницу? Нет, нет. Еще не видел. То есть ты еще не знакомился со своей будущей учительницей, да? Нет, я знакомился со своей, ну, которая в школе, в моем 0 классе. Ага. Как ее зовут? Галина Сергеевна Киселева. Галина Сергеевна, много чему научила тебя? Ну, как нормально. Нормально. Все. Ставим ей пятерку, да, за работу? Ну, да. Ага, отлично. Давид, а ты со своей будущей учительницей знаком уже? Нет. Ты тоже ходил только в подготовительную группу, да? Как забывали твою учительницу? Надежда Викторовна. Ага. Чему тебя научила, Надежда Викторовна? Ну, мы там учились, и мы еще ходили на математику. Ого, что такое математика? Сложная это? Нет. А что вы там делали на математике? Ну, мы там занимались, вот рисовали всякие. И там картинки. И собирали. То есть для тебя математика вообще не сложна, да? Да. Отлично. Так, и еще вопрос. Егор, а ты знаешь, сколько лет вы будете учиться в школе? Сколько лет? Да. Ну, сколько мой брат меня. Сколько брат Ваня учился? Да. Ага. А точно не знаешь, сколько лет? Точно сам не знаю. Ага. Давид, а ты знаешь, сколько лет будете учиться в школе? Не знаю еще. Ну, примерно, предположить вот так вот. Ну, не знаю, нет. Ну, быстро это время пройдет, как думаешь? Ну, да. Егор, вот сегодня, 1 сентября, все ваши ровесники пойдут в школу первый раз в жизни. Что бы ты хотела пожелать им? Хорошее учение. Спасибо. Давид, а что ты пожелаешь всем первоклассникам сегодня? Ну, тоже. Тоже хорошо учиться, да? Да. А что еще? И познавать всякие предметы. Молодец какой. Спасибо большое, ребята, что пришли к нам. Наверняка, действительно, все обучение в школе пройдет быстро. И, может быть, через некоторое время передо мной будут сидеть уже взрослые Давид и Егор. И я уже буду брать у вас интервью, как у выпускников школы. Ну, а пока я вам желаю учиться только хорошо, радовать папу и маму. Не обижать ни в коем случае девчонок, тем более с длинными косичками. Хорошо? Ну, и удачи вам, хорошего вам сегодня времяпрепровождения в школе в этот замечательный день.